Так, в этом видеоролике поговорим на такую тему, как получить кредит в банке и на что следует обращать внимание. Просто я хотел бы ответить на вопрос одного из наших подписчиков, а именно его вопрос звучал так. В каких банках можно взять кредит под небольшой процент и как избежать, либо минимизировать страховку? Скажу сразу, что кредит под небольшой процент вы нигде не возьмете. Почему? То, что указано здесь, здесь, это рекламный маркетинг, это рекламная ставка. К примеру, вот под такой процент одобрят вам только в том случае, если вы были клиентом банка длительное время и ранее, к примеру, в этом банке вы в Ренессансе брали кредит, ну там, условно говоря, 500 тысяч со всеми страховками, да, и вы выплатили от звонка до звонка, то есть от момента, как вы взяли и до момента его окончательного погашения. Тогда вам, в случае, если вы опять согласитесь под страховки и у вас хорошая кредитная история, то вам только вот под такую ставку кредит и одобрят. Но необходимо понимать то, что переплата по уже новым страховкам и по такой процент она будет все равно высокой. Чисто по проценту переплата будет у вас низкая, но по страховкам у вас переплата будет конская. То есть там страхование жизни, страхование от потери работы, какие-то прочие картонные страховки, не входящие в тело кредит, совершенно иные страховки. То есть на это же стоит обращать непосредственное внимание, чтобы не переплатить вдвойне. Но в чем еще факт? К примеру, если вы взяли кредит в одном из этих двух банков, либо МКБ, либо Сбербанк, то с ними можно поторговаться еще по поводу страховки. Почему? Потому что в МКБ и Сбербанке оформляются... Например, вы взяли кредит на 5 лет, вам могут оформить страховку на 36 месяцев, то есть на 3 года. И в случае досрочного, полно-досрочного погашения данного кредита, вам по страховке вернут сумму. Например, вы платили кредит 2 года, вы его полно-досрочно погашаете, то вам за остаточные 12 месяцев страховки, которые остались, вам возместят ту сумму денег, которая вам причитается на вашу дебетовую карту банковскую. А вот с этими банками поторговаться будет очень трудно, потому что у них жесткий регламент работы. Вот в этом, в Сбербанке и в МКБ еще демократия есть кое-какая. Но стоит еще понимать то, что если вы берете кредит без страховок, на что я лично вам рекомендую. Лучше получите кредит под 14-15% годовых, но вы переплатите меньше, чем если вы возьмете кредит под 11,9%, то вам впихнут максимум страховок. Страхование жителей, страхование потери работы, какие-то иные картонные страховки. И вы переплатите больше, чем если вы возьмете без страховок, под чистый процент. То есть это уже этап родины. Я непосредственно тоже, когда с клиентами работал, один на один уже, когда вне банка, так, время от времени консультировал. Вот. То я всегда агитировал за то, чтобы они брали без страховок, потому что, повторяюсь, по чистый процент у вас привата будет обязательно меньше. А если вам там будет операционист навязывать свою страховку, только за счет того, что ему просто выгодно, потому что он с этого бонуса платит, то всегда от нее можете отказаться. К примеру, сделать так, прям как бы шах и мат. Взять страховку, кредит со страховкой и в течение двух недель его, это от этой страховки отказаться. То есть, как говорится, и операционисту добро сделать, пусть он эту свою прибыль получит, ну, бонус за проданные страховки. Ну и, по крайней мере, вы сами тоже потом, когда придете страховку, отказываться, опять же, в банк, потому что непосредственно те страховки, которые находятся в теле кредитного договора, они банковские. То есть, страхование жизни, либо страхование от потери работы, они входят уже в тело вашего кредита. Придете, откажетесь, условно говоря, вам Сбера добра под 12%, да, под 11%, то вам просто ставка повысится до 14-15%, но при этом у вас переплата будет меньше, чем если вы будете платить по страховке. То есть, можете такой аспект решать по кредитному калькулятору. Поэтому таким способом можете минимизировать страховку. Но вот я еще раз повторюсь, потому что не все, бывает, слышат меня, то, что я говорю. Вот повторюсь еще раз. Если вы возьмете кредит без страховки, вот там 14-15% годовых, потому что Сбербанк одобряет без страхования, вот и МКБ то же самое, под страхование, вот без страхования, то есть 14-15, там, бывает максимум 16%, то вы, повторюсь, переплатите меньше, чем если бы вы взяли со страховкой. То есть, это вот тот самый подводный камень, на который люди вообще внимания никак не акцентируют. То есть, тут можно непосредственно выгоду себе взять кредит и потом его непосредственно погасить. То есть, с выгодой, опять же, для себя. И вот именно еще раз скажу, что со Сбербанком и МКБ можно нормально поторговаться на фоне того, что у них не столь жесткий корпоративный условий, как есть вот в этих небольших банках. Ренессанс, Росгустрах, Сити и Почтобанк. У них тут самые жесткие корпоративные требования по выдаче кредитов, а здесь они более демократичны. И в итоге, следуя по такому пути, вы можете, как говорится, с выгодой для себя взять кредит, воспользоваться им и потом же с выгодой для себя его погасить. Тем более, если возьмите кредит без страховок, например, на 5 лет и погасите его через год-два, то у вас переплата просто рукой сметет. Переплате вообще дико мало, чем если бы вы брали, опять же, со страховкой. Потому что со страховкой вы... Бывают такие страховки впаривают банки, картонные страхования, которые не входят в кредитный договор, по которым еще вы не сможете вернуть свои деньги назад. То есть, если вы погасили через год-два кредит, а у вас страховка картонная, например, на 5 лет, к примеру говоря, то вам просто придется такой бюрократии пройти в страховых компаниях, на фоне которых лучше вот данная стратегия без страховки кажется более оптимальной на получение кредита. Ну, думаю, на вопрос я ответил, хоть и немного заувалировано получилось, но, надеюсь, основную логику все поняли. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас здесь основа биржевая торговля, аналитика, обзор акций, облигаций, торговые идеи, а также аспекты проходим по банковскому сектору. Кредитование, рефинансирование, кредитные карты, страховки и прочее. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и ожидания, и грамотная стратегия нам эту прибыль приносит. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.